Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Так, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Самарской области Вячеслав Федорищев и первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев совместно с правительством региона продолжают работу по оказанию помощи подшефному городу Снежное в ДНР в рамках акции «Всегда рядом». На днях в Снежное прибывает очередной гуманитарный груз. Это в том числе аппараты ИВЛ и медицинское оборудование, инфракрасные обогреватели и тепловентиляторы. Глава Самары Елена Лапушкина провела прием граждан, которые ранее оставили свои обращения в комментариях в социальных сетях руководителя региона Вячеслава Федорищева, а также на других площадках. Среди основных вопросов благоустройство территории, коммунальные проблемы, ремонт дорог. Совместными усилиями в диалоге жителей и власти искали пути решения проблем. Подробности расскажем в сюжете. Жители нескольких садово-дачных товариществ Кировского района рассказали главе города Елене Лапушкиной о проблеме с дорогой, которая ведет к дачным участкам. Из-за отсутствия дорожного полотна дачники и жители крутых ключей следуют в объезд через кладбище. Все, что ближайшее есть для дачников, это железнодорожная станция, от которой пенсионерам очень тяжело добираться. Единственный проезд к дачам проходит через Зубчиневское кладбище. Проблему могло бы решить обустройство дороги и запуск общественного транспорта к дачам. С таким предложением к главе города обратились дачники. Сейчас дорога идет через кладбище. Там одна машина еле проезжает, то есть вот этот весь поток дачный, они вот едут вот так. На встрече решили отсыпать подъездные пути к дачам крошкой и в дальнейшем выработать меры, чтобы исключить транзит через кладбище. Наша задача вместе с департаментом жилищно-коммунального хозяйства все-таки определиться о возможности строительства дороги объездной вдоль кладбища до примыкания. И подготовить обращение в Минтранс. Жители промышленного района рассказали о проблеме с затоплением подвала. Дом на Карла Маркса 274А затапливает из-за технологического отказа на инженерных сетях водоотведения в районе соседнего дома. У них постоянно, часто засоряется канализационный колодец. И вода по принципу сообщающих сосудов нашла промыкну в теплотрассу, которая, видимо, проходит рядом. И устремляется по паттерне, так как наш дом ниже, в тепловой вод. Мы с этой проблемой боремся уже на протяжении пяти лет. Но так как колодец засорялся еще в ушестоящего дома не так часто, то как-то мы терпели. Периодически канализационные истоки, которые поступают в подвал, откачивают. Чтобы решить проблему кардинально, решили подключить ресурсоснабжающую компанию, которая проведет телеметрию и определит дальнейший план работы. Также жители пожаловались, что у одной из ближайших школ установлена контейнерная площадка, в которой копится мусор, который никто не вывозит. А у самой школы отсутствует часть ограждения. Проблему с контейнерной площадкой поручили выяснить району и департаменту горхозяйства. А информацию по ограждению передадут в департамент образования. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Дорогу в промышленной зоне Самары продолжают приводить в нормативное состояние. На проезде Мальцево выполняют укладку нового асфальта. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По проезду Мальцево следуют легковые автомобили, общественный транспорт и большегрузы. Они оказывают большую нагрузку на дорогу, поэтому подрядчик использует высокопрочную асфальтобетонную смесь. Применение современных материалов и технологий – одно из важнейших условий реализации дорожного нацпроекта. Проезд Мальцево – объект важный, и работы на нем организованы круглосуточно. По этой причине движение затруднено, особенно днем. Но полностью дорогу не перекрывают для стабильной работы промышленных предприятий. Самые сложные операции проводят ночью. Укладка выполняется в ночное время, так как в дневное время интенсивность движения повышена. На данный момент уложили на данном участке 4 700 квадратных метров. Общая протяженность участка от прожектора до заводского шоссе составляет 1 километр 300 метров. Департамент городского хозяйства и экологии учитывал при формировании плана работы их объемов не только высокий автомобильный трафик, но и пешеходный. Проведена дефектувка. Наиболее разрушенные участки, а это порядка 5 400 квадратных метров, также будут отремонтированы. В Самарио-бульваре по улице Чернореченской начинается новая жизнь. В рамках национальных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Жилье и городская среда» на объекте ремонтируют автодорогу и проводят благоустройство. На месте трудится более 50 человек и свыше 15 единиц техники. Какие виды работ уже сделаны, а какие только предстоит провести, расскажет Полина Челюкова. В Самаре продолжается комплексное благоустройство улицы Чернореченской. Напомним, что сначала были организованы работы по перекладке инженерных коммуникаций. По информации профильного городского департамента, трубопровод, по которому будет подаваться холодная вода, планируется сдать в ближайший вторник, 30 июля. Но уже сейчас на объекте одновременно ведутся и работы сразу по двум нацпроектам – «Безопасные и качественные дороги» и «Жилье и городская среда». В рамках первого проекта подрядчик уже срезал верхний слой асфальта. Сейчас на проезжей части производят монтаж бортового камня параллельно с ремонтом тротуаров по обеим сторонам улицы. Проложены коммуникации системы освещения. Для этого на всем ремонтируемом участке устанавливают опоры. В соответствии с ГОСТом территорию будут освещать светодиодные лампы. Также специалисты отмечают, что устроят расширение автодороги для минимизации пробок. Предусмотрено расширение перед Владимирской. На том участке уже установлен бортовой камень и устроены щебеночные основания. Границы уже полосы уширения имеются. В тех местах, где шли перекладки инженерных сетей, все засыпано и заасфальтировано. На следующей неделе люки инженерных коммуникаций поднимут на проектную высоту. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на Чернореченской производятся работы по благоустройству бульвара. Начато со стороны улицы Владимирской. Сейчас уже по центральной, там, где проект идет по комфортной городской среде, уже уложена часть плитки. Это, конечно, не очень большой участок от начала работы, но уже внешний вид, есть впечатление об этом. В настоящий момент темпы работы опасений не вызывает. Отметим также, что в начале осеннего сезона Чернореченскую озеленят. Ремонтные работы идут. Чтобы не повредить растения, мы будем это высаживать ближе к концу сентября. Наша задача, чтобы растения были не только высажены, но и максимально сохранены. Изюминкой улицы станет молодежный театр-мастерская. Он разместится в здании бывшего кинотеатра России, которое сейчас реконструируют. Жители города, активные общественники наблюдают за ходом всех работ и с нетерпением ждут обновления территорий. Мы надеемся, что здесь будет вообще все по-другому. Улица живет, островок, именно уголок культуры появится, благоустроенный, новый. И я так думаю, здесь, конечно, многим понравится проводить вечернее время. Полина Чулякова, Валерий Майоров, Игорь Казановский. События. С 27 июля по 3 августа в областной столице ограничат движение транспорта по улице Мичурина в районе пересечения с улицей Панова. Об этом сообщили в пресс-службе теплоэнергетической компании. Перекрытие связано с ремонтом теплосети, в ходе которого обновят 70 метров трубопровода в двухтрубном исполнении. Историческое событие для региона. В Самаре на крышу Вознесенского собора, одного из старейших храмов города, установили новый купол с крестом. Эти работы, как и реставрация самого здания, ведутся в рамках федерального проекта «Историческая память». Полина Чулякова подготовила эксклюзивный репортаж. Его высота около 16 метров, а вес более 6 тонн. В Самаре на один из старейших храмов города Вознесенский собор установили новый купол с крестом. Сооружение из нержавеющей стали с покрытием нитриды титана изготавливали порядка трех месяцев. Потом почти месяц подрядчики решали вопрос, как поднять купол. В Самарской области не так много кранов, способных справиться с задачей. Поднимали вместе с металлической конструкцией, которую потом срезали. И вот, наконец, финишный этап установки купола на Вознесенском соборе завершен. Был план собирать купол и шпиль на месте. Но физически, когда мы уже на место вышли, оказались, получилось так, что туда просто элементарно не поставить леса. Вот, и то есть физически пришлось уже собирать его внизу и уже целиком готовы поднимать. Собор, который видели три российских императора, сейчас активно реставрируют. Подрядная организация уже поменяла покрытие над алтарем купола и две маленькие главки вместе с крестами. Контрактом предусмотрена полная отделка интерьера храма, инженерное обеспечение и другие виды работ. Стоит вопрос по отделке полов, так как при разборке напольного покрытия обнаружили старую метлахскую плитку. По историческим проектам, чертежам, фотографиям он воссоздается именно в том виде, в котором он был ранее. Это исторический храм, он у нас первый, основной, намоленный и знаковый именно для территории исторической части города. Преображение стало возможным благодаря федеральному проекту «Историческая память», цель которого – восстановление объектов культурного наследия. Проект проходит при поддержке депутата Государственной Думы Российской Федерации Александра Хинштейна. Полина Чулюкова, Игорь Казановский, События. Яхта, парус и накал страстей. 23 команды приняли участие в фестивале регати памяти Владимира Высоцкого. Яхтсмены преодолели дистанцию 2,5 морские мили. За гонкой крейсерских яхт наблюдала Елизавета Прокопенкова. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Лермонтов словно описывал гонку крейсерских яхт в Самаре. Фестиваль регата памяти Владимира Высоцкого прошла в 24-й раз. Одно из крупнейших событий регионального парусного спорта объединило яхтсменов из Самары, Тольятти и Сызрани. 23 команды прошли 2,5 морские мили, чтобы почтить память знаменитого Барда. Традиционно на одной из яхт развивался флаг с портретом Высоцкого. Этот символ регаты украшает судно с 2000 года, рассказал капитан Валерий Паух. Уже в Самаре ни у кого не остался единственный в Самаре сохранившийся флаг. Самое крутое, что столько лет эта регата существует, что она умеет организовать людей. Сегодня погодка такая интересная, сами заметили, ветер рывистый, с большими отходами, заходами. Так что немножко пришлось приложить усилия. Идея создания регаты принадлежит мастеру спорта СССР Всеволоду Ханчину. Он на протяжении многих лет являлся президентом Центра музея Владимира Высоцкого. Созданная им регата стала достоянием не только Самары, но и всей России. Дело Всеволоду Ханчина продолжила его дочь Людмила. Концепция этого соревнования заключается в том, что это не только спортивное мероприятие, но это еще и фестиваль регаты. Что означает фестиваль? То, что выступают артисты, музыканты и так далее. То есть мы творчество поэта объединяем с ветром парусно. По традиции после гонки участники фестиваля слушают песни барда. Седьмой год подряд для лихтсменов выступает Наталья Ростова, певица и поэтесса. Вместе с Максимом Хвостовым Наталья исполнила две песни Владимира Высоцкого «Прерванный полет» и «Так дымно». Может были судьбой нелады, со случаем плохих делах, и тугая струна на лады с неизменным изъяном легла. Пока звучат песни, судьи определяют победителей. Их выбрали в каждой из шести категорий в зависимости от парусности, размера и гоночных качеств. Абсолютным победителем фестиваля становится тот, кто прошел дистанцию быстрее всех. Самой быстрой командой оказался состав яхты «Гэлакси». Им вручили главный приз – денежный сертификат и переходящий кубок. Волга все помнит. Под таким названием в Самаре в девятый раз прошел фестиваль памяти Владимира Высоцкого. Со сцены прозвучали песни знаменитого советского поэта в исполнении самарских артистов. Традиционно местом проведения фестиваля стал сквер имени Высоцкого. Какие воспоминания остались у тех, кто бывал на концертах Барда, и почему он по-прежнему популярен у молодежи, расскажем далее. Его хриплый баритон еще при жизни Барда завоевал сердца миллионов поклонников. Он был талантливым актером, запомнившимся по ролям Гамлета в театре на Таганке и Глеба Жеглова в кино. И даже спустя 44 года после смерти Владимира Высоцкого помнят и любят. Традиционно в День памяти Владимира Семеновича в сквере, носящем его имя, собрались почитатели творчества. Его величие в том, что он не похож ни на кого. Его величие в том, что, как сказал Бродский, он так рифмует. Ни один поэт после Есенина не мог так доходчиво и так из обычных слов, которые есть в выходе почти каждого человека, он такую грязь словесную делает, понятную и в то же время абсолютно бесподобную с точки зрения поэзии. Со сцены прозвучали песни Владимира Высоцкого в исполнении самарских артистов. Много неясного в странной стране, можно запутаться и заблудиться. Даже мурашки бегут по спине, если представить, что может случиться. В репертуаре Геллы Майоровой три песни Высоцкого. Особенная любовь случилась с песней Кэрролла из аудиосказки «Алиса в стране чудес», написанной на стихи Владимира Семеновича. Гелла признается, песня Кэрролла идеально подошла под ее тембр и стала частью репертуара. Тема интересная. Здесь есть над чем поработать. Хотя многие говорят, что тема специфическая и в женских исполнениях вопросы возникают небольшие. Но у нас есть целый цикл песни Владимира Высоцкого в женском исполнении. И вот эту песню, песенку Кэрролла, как раз, мне кажется, она как никогда подходит к женскому голосу. В ноябре 1967 года в Куйбышеве состоялось первое большое публичное выступление Владимира Высоцкого. Оно дало старт его творческому пути в качестве исполнителя. И даже сейчас его поклонники помнят тот день в деталях. Вы можете представить себе, зал был забит. И там я разговаривала, из Борж-Каратастана, из Татарстана, из соседних регионов. Столько приехало народу, вы не представляете, в основном, повторяю, была молодежь. На полу, прямо вот здесь, пока сейчас помню, были зеленые дорожки. Раньше эти старинные красные магнитофоны, катушечные были. Сидели ребята, записывали его. Вы знаете, такой это был хороший концерт, я вам передать не могу. И после, когда закончился концерт, я подошла туда, оказывается, к сцене. И вот он мне прямо на это сделал, оставил автограф. Концерт прошел во Дворце спорта на Молодогвардейской. И сейчас здание, даже отстроенное заново, носит имя Высоцкого. Очень приятно, что вот в День памяти Владимира Семеновича мы проводим такую концертную программу вот в этом сквере, который носит его имя. И благодарной инициативной группе, которые продолжают сохранять память. Ну, а, конечно, его выступление в Самаре является просто уже брендом культуры нашего региона. В память о певце и поэте в Самаре в сквере Высоцкого установлен одним из первых в стране бюст поэта. А перед Дворцом спорта – мемориал работы скульптора Михаила Шемякина. Имя Высоцкого носит улица в исторической части города. Также работает музей Владимира Высоцкого. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События. Репетиция перед будущими большими выступлениями. В детском лагере «Заря» закрылась профильная театральная смена «Весь мир театр». К этому дню отдыхающие готовились всю смену. Зрителям представили песни, танцы, частушки и спектакль. Чем запомнился отдых детям и какие традиции существуют в «Заре», узнали наши корреспонденты. Мария Калинина отдохнула в лагере «Заря» уже в третий раз. Каждая из них девушка состояла в организационном отряде. Чтобы научить детей из младших отрядов чему-то новому и сделать лето запоминающимся для каждого. В лагере завершилась профильная театральная смена «Весь мир театр». Это тот отряд, который, собственно, создает всю смену, без которого бы ничто здесь не произошло. Потому что именно мы организовываем все мероприятия и создаем настроение для всего лагеря. В самом орготряде царит особая атмосфера. Я сама учусь очень многому. Профильная театральная смена выдалась богатой на творческие мероприятия. С мастер-классами и тренингами приезжали актеры из театров и участники лиги КВН. Закрытие смены получилось не менее креативным. Дети провели традиционную акцию «Благодарю», во время которой в творческой форме выразили признательность сотрудникам лагеря. Конечно же, мы должны быть благодарны тем, кто создает уют, кто нас сохраняет, кто кормит детей, кто следит за их здоровьем. Поэтому дети с радостью это делают. Ну и это, конечно же, в целях воспитания. Потому что дети должны уметь говорить спасибо и понимать, что все это не из воздуха берется, а, конечно, кем-то это создается. Мне запомнились буквально каждое событие. Каждое событие было знаковым. Стартины, танцы, голос. Все было замечательно, все было ярко и красочно. Спасибо ребятам. Профильные смены проходят в лагере «Заря» каждый год. Этим летом лагерь откроет свои двери еще для двух заездов. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. В Самарской области проживают около 4,5 тысяч евреев. В ночь на субботу у них наступает шаббат. В этот день принято соблюдать строгие правила. К примеру, нельзя работать, а на столе должны быть определенные блюда. Как отмечают шаббат самарские евреи и что готовят на стол, расскажем в сюжете. Слово «шаббат» буквально переводится как «суббота» и означает «отдыхать». Для иудеев это не просто выходной. В шаббат нужно оставить обычные повседневные дела, любую работу, посвятив его Богу и общению с близкими. К шаббату еврейские хозяйки начинают готовиться еще в четверг. В первую очередь нужно испечь специальные булочки халы. Они символизируют двойную порцию манны. Вот эти булочки называются хала. Их пекут в четверг накануне шаббата. Шаббат – это наша святая суббота. Конец пятницы, начало субботы. Последователи иудаизма употребляют в пищу только кошерные блюда. С иврита понятие «кошерный» – «кошер», «кошрут» – переводится как «правильный». Нельзя одновременно есть молочное и мясное. И даже запрещено хранить на одной полке кастрюли для этих продуктов. Традиции чтит самарская семья фейманов. Для них незаменимое блюдо на праздничном столе – форшмак. Оно содержит сливочное масло, поэтому одновременно с ним мяса на столе не бывает. Мы сегодня будем готовить форшмак. Любимое блюдо нашей семьи, самое быстрое, легкое и на завтрак всегда очень уместное. Для этого мы берем сельдь, филе. У меня есть чудо-комбайн, который мне всегда помогает. Дальше туда яблочко нарезаем. Также у нас идет туда луковица. Мы сейчас половинку возьмем, потому что если мы планируем это есть на завтрак, то лука много не надо. Немного сливочного масла. Мы все правила кашрута соблюдаем, рыба сочетается со сливочным маслом, и на столе у нас не бывает мясного, когда мы едим сливочное масло. Дальше мы все это накрываем пышечкой и измельчаем. Все элементарно, все просто, форшмак готов. Мы берем любимый хлеб, любой. Ну, конечно, его в идеале отсушить немножко. И дальше мы просто наносим нашу массу на хлеб. Добавляем листочек, и наш форшмак готов. В семье Юлии и Евгения Фейманов четверо детей, которых родители воспитывают в еврейских традициях. В шаббат фейманы собираются за праздничным столом, садясь за который читают молитву. Затем глава семейства разламывает халы и раздает по кусочку всем присутствующим. Наливает шаббатное вино, его можно заменить соком. Мать семейства, согласно традициям, зажигает свечи по числу членов семьи. Также принято подавать картофель и два салата. Наступает самое долгожданное время за всю неделю – общение с близкими. Виктория Шарой, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что стартовал прием заявок для участия в конкурсе на получение премии главы городского округа Самара «Мир равных возможностей». К участию приглашаются лица с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18-летнего возраста, проживающие в Самаре. Премии вручают в номинациях «Общественная деятельность», «Литература искусства», «Образование и наука», «Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность», «Техническое и декоративно-прикладное творчество», «Физическая культура и спорт». Плауреатам выплачивают единовременное денежное поощрение и вручают диплом. Администрация Железнодорожного района сообщает, что с 25 июля все банки начнут приостанавливать переводы на счета и карты мошенников. Если информация о получателе перевода есть в базе данных о случаях мошенничества, то банк заблокирует перевод на два дня. Замораживаться будут и просто подозрительные операции, даже если получателя переводов нет в базе мошенников. Например, если человек решит перевести деньги в нетипичное для себя время. Или прямо перед платежом у него резко увеличится количество сообщений и звонков с новых номеров. В случае с подозрительным переводом, когда получателя нет в базе, банк сообщит, почему приостановил операцию. Но если вы попытаетесь повторить перевод, он отправит деньги. Летний период – время активного отдыха на водоемах – напоминает администрация Ленинского района Самары. Это купание и занятия подводным спортом, различные игры и соревнования на воде, катание на лодках и других плавательных средствах, рыбалка. Необходимо помнить, что летний отдых на воде может привести к печальным последствиям. Чтобы их избежать, нужно выполнять определенные правила поведения. Они изложены в карточках, которые размещены в Телеграм-канале. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем Телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин